Торжественное чествование передовиков агропромышленного комплекса проходит в столице. Подводить итоги работы АПК на республиканском уровне стало уже традицией. Участие в церемонии приняли более 400 человек. Не случайно выбрано и время проведения мероприятия. Известно, кто и как сработал. Самое время готовиться к новому аграрному сезону. Сегодня в Беларуси обеспечена продовольственная безопасность. Внутренний рынок насыщен отечественными продуктами питания. Их экспорт впервые приблизился к 5 миллиардам долларов. В Оршанском районе, который на особом контроле у главы государства и где происходит преобразование, призванные стать образцом развития для других регионов страны, планируется отработать эффективную модель взаимодействия Белорусской торгово-промышленной палаты с предприятиями. Руководство палаты, местные власти, бизнес-сообщество и представители предприятий региона обсудили оптимальную форму сотрудничества, продвижения продукции и создания новых производств в Орше с учетом опыта работы Торгово-промышленной палаты, имеющей сегодня около сотни партнеров по всему миру. Сборник белорусской литературы в переводе на китайский язык будет подготовлен к изданию. Об этом стало известно на презентации книги «Пялюстки лотоса и хризантемы», которая включает произведения ста китайских поэтов 20 века. Книга знакомит с традициями народа Китая, воссоздал ее поэт-переводчик Микола Метлицкий. Теперь, чтобы популяризировать в Китае белорусских авторов, издадут и белорусскую прозу, поэзию и детскую литературу на китайском.